Подводим итоги матча Лента-Фантазия, победа от Цветочных со счетом 4-2 У нас в студии Александр Ферюков и Гера Буниатян Александр, давай начнем с тебя Вот смотри, у меня было такое впечатление по прошлым выходным, что вот-вот-вот Лента созрела для того, чтобы набирать очки Вроде адаптировалась к формату, был очень хороший матч с Кафе Италией И вот тут два поражения в эти выходные, причем такие, как сказать-то, может быть даже без борьбы Как оценишь, почему так получается? Не можем нащупать свою игру с самого начала турнира Пропускаем много голов из-за своих невынужденных ошибок Впереди создаем мало Сегодня более собрано, как-то сыграли сзади, но все равно две ошибки, 2-0 уже горим И тяжело возвращаться в игру Не можем собраться и игру свою найти Ну а что мешает этому? Ну надо работать, смотрим видео после игр, как-то анализируем На поле вроде подсказ какой-то есть Ну все равно что-то, ну не могу сказать Гер, поздравляю с победой Ну поделись впечатлениями, как сложился матч, легко для вас сегодня? Ну легких матчей не бывает Мы несколько матчей готовились к победам Выходили, проигрывали, либо ничего, уже давно не выигрывали В целом соперник хороший То есть, несмотря на их таблицу Вот ему надо посмотреть видео, но до этого я ему скажу, что там ошибок не было в защите У них Просто им не хватает одного нападающего Так-то команда очень симпатичная Особенно вот левый, их атакующий ползочник очень хороший Что касается нашей команды, то игра у нас есть Это вы тоже можете видеть Просто где-то не везет, где-то мастерства не хватает Где-то соперник более удачлив А так, надеемся, второй круг мы будем бороться за выход То есть, никак не будем сдаваться То есть, у вас задача, цель, задача выйти в Суперлигу? Да, да, мы А что там, около 12 очков, по-моему, нас отделяют Это, мне кажется, не так сложно Учитывая, что Лига очень ровная За исключением, наверное, и Жоры Оторвалась, да? А остальные, в принципе, друг друга выигрывают В принципе, проблем нет Вчера надо было просто выигрывать, тогда точно мы боролись Сейчас будем стараться, надеюсь, получится Ну, на этой неделе Уже три игры провели, такой насыщенный график Ну, ты расскажи немного о встрече с Золотым Вообще-то, скажу честно, с Золотым У меня была мечта уже несколько лет с ними сыграть Попробовать, что это вообще за команда Я, честно говоря, думал, что они очень высокомерные Но они молодцы Во-первых, дают играть, то есть, не рубят Во-вторых, и сами очень круто играют, да То есть, симпатичная команда Нас похвалили Сказали, что вы незаслуженно идете, нам так кажется Вот, в целом, нам очень понравился этот опыт, хороший Мне кажется, почему мы Счет 7-2, но если ты видел, там за 2,5 минуты мы 3 мяча пропустили Мне кажется, на нас не давила турнирная таблица Мы играли спокойно Поэтому игра была у нас То есть, у нас моментов много было А вот тут у нас турнирная таблица нас зажимает Чисто из этого не получается А так опыт очень хороший, конечно Зимой, надеюсь, они тоже будут Будем участвовать Александр, ну, какие пути выхода из кризиса? Может, какие-то кадровые? У вас сейчас было дозаявочное окно, а вы никого на усиление не подключили? Насколько мне известно, ко второму кругу Тони должен вернуться И может быть Вернуться, да? Вроде бы, да И если все хорошо, то у нас вот как раз появится тот самый нападающий, который нам нужен Может быть, тогда мы сможем что-то нащупать впереди Ну, исключим сзади ошибки Опять-таки, надо смотреть, работать по позициям Играть по игрокам Ну, не давать на ворота выходить и забивать самим Вот, кстати, я видел в другом турнире в формате 7 на 7 Сергей Медведев двигается из Юпитера Может, его переманить на усиление обороны? Ну, может быть, у нас это получится, да Хороший игрок Какой-то игровой времени в Юпитере? Хороший игрок, думаю, да Он бы усилил нашу команду Тем более, ну, знает Игроков знает, как играть с нами То есть, некая сыгранность есть Может быть, да Может быть, его получится подтянуть И тогда мы сможем хотя бы не вылететь Гер, ну, а как ты сегодня ваш состав оцениваешь? Были какие-то потери или более-менее был оптимальный? У нас потерь не было, но у нас скоро будет потери У нас Саша Жердзев уедет на очень неопределенный срок Вот, Мухаммед, наверное, уедет уже в профессиональную команду Я так думаю, все, и уже уедет Вот, в целом, нам очень нужен защитник Вот, поэтому этот парень из Юпитера пусть приходит Если он не такой парень, как этот Куринов, который из Достоевс Который, мы его заявили Там место у нас, мы другого должны были заявить В итоге его Так, а что, расскажи мне, а то Миша... Очень-очень крутой игрок Я его ни разу в жизни не видел Как я могу поймать? Мне его просто рекламировали, что вот, там, посоветовали, возьми-возьми Он ни разу... Почему не ездит? Я не знаю вообще, для чего вообще он пришел к нам Чтобы получить игровую практику Так он даже на тренировки, даже на игру не пришел Мы ему готовы были на играх выпускать в основе, допустим, да Там сказали, что он хороший игрок Но он ни разу, кроме вот этой странички его в Инстаграме То, что у него фотография с Киржаком Больше я ничего не понял по этому игроку В целом, если нас, кроме нашей команды, еще кто-то увидит Мы зовем игроков, но не тех, кто просто придет время отбывать, да Придет и будет играть У нас проект длинный, долгий Серьезный? Пока насчет денег не знаю, если это имеешь в виду Но у нас серьезно, да, мы не собираемся После одной стороны мы хотим в Суперлиге играть А для этого нужно иметь... Вот на данный момент, если бы мы вышли бы в прошлом году в Суперлигу Нам нечего было делать Надо здесь найти свою игру и правильно сделать, что придумал этот Премьерлигу Поэтому, пожалуйста, если кто-то из вас, хороший защитник Не боится криков, армян, допустим, приходите к нам И полузащитники тоже нужны Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Продолжение следует...